с вами светлана госпарович и в этом видеоуроке мы сошьем с вами вот такую вот сумку очень красивая модная такая большая для любителей больших сумок можно сказать даже дорожная сумка кому нравится такая модель обязательно ставьте пальчик вверх этим вы меня вдохновляете на новые мастер-классы ну что поехали и нам понадобится полметра кожзама и подкладность из него выкраиваем детали ссылку на выкройку я оставлю в описании значит две детали из кожзама и из подкладочной ткани да я снимаю на телефон поэтому вот как-то так далее выкраиваем четыре детали для ручек и вот такие вот части будут у нас держатели для ручек и еще нам понадобится рамки ручка держатели и понадобится на молнии да и ну скорее всего я сделаю в этой сумке карман карман у меня будут из подкладочной ткани ткань подкладочную я взяла конечно не ахти но для мастер-класса я думаю будет наглядно понятно значит из этого я сошью карман размер детали 30 на 44 сантиметра все будем шить а а сейчас нам нужно сделать вот такие вот ручка держатели на сумочке для этого я беру выкроенную такие вот стали и выкроила полосочки из этой же ткани для усиления и будем делать значит нам нужно их соединить и все это я буду делать вот таким двусторонним скотчем тонким отступаем от верхнего среза 9 сантиметров находим середину и от середины отступаем 10 сантиметров это у нас будет центр ручка держателя теперь отклеиваем скотч и по центру его приклею все зафиксировали а теперь уже можем на машинке пристраивать и и и и и и и Продолжение следует... Теперь делаем то же самое на второй стороне и дальше переходим к подкладке. Так, ну с карманом у нас тут, надеюсь, понятно. Отступаем 10 сантиметров. Ну, я отступила 10, думаю, будет достаточно. И теперь мы обтачиваем карман, оставляем тут небольшое отверстие, чтобы можно было вывернуть. Так, укладываем лицом к лицу. Поворачиваем. Свою сумку я решила уплотнить и взяла для этого изолон. Изолон у меня фольгированный, вот он так выглядит. То есть здесь где-то 3 миллиметра. Так, работать с изолоном я уже показывала. У меня были мастер-классы. Шила я на обычной бытовой машинке, не на промышленной. Сложности есть, конечно, на промышленной шить кайф. Но и на бытовой тоже возможно. Вот, что делать дальше? Как вот сделать эту часть тоньше? Я просто пойду на утюг. Это я тоже снимала, мастер-класс делала. Прикладываю ткань. Утюг ставлю на среднюю температуру. Кладу ткань. И вот так вот придавливаю утюжком, да, быстро. Так, чик, чик. И тогда припуски вот эти подплавятся. И шить вам будет проще на бытовой швейной машинке. Вот, давайте мы это с вами сделаем. И дальше вернемся уже к сумке. Вот, припуски я подпалила. Вот так вот получилось. Теперь совсем тоненько. И теперь нам нужно пришить уже молнию к этому срезу. Подкладку, кстати. Подкладку я тоже сделала. Вот он карман. И теперь мы пришиваем молнию. Вот она у меня такая золотая. Укладываем ее. Так. Пока сейчас показываю. Так вот, извините. Потом уже на машинке покажу ближе. Значит, вот укладываем молнию. А дальше лицом вниз вкладываем подкладку. И пришиваем. Если можете это сделать все в одну операцию, то сделайте в одну. Если нет, то сначала пришейте молнию, а потом уже пришейте подкладку. И так сделаем с двух сторон. С одной стороны и с другой стороны. И так вот я сколола детали и между ними оставила молнию. Теперь мне нужно прошить. Так. 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 Продолжение следует... Итак, вот я пришила молнию к одной половинке, сразу ее разделила, чтобы у меня не болталось. А теперь мне нужно здесь вот отстрочить в край. Вот так вот перегибаем с подкладкой и отстрачиваем, чтобы нам было удобнее и комфортнее пользоваться. Ну, вот на сумочку расстегивать. Да, и вот на второй половинке мы сделаем то же самое. Вот так вот. 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 И еще я хотела бы проложить отделочную строчку, то есть закрепить вот этот шов. Вот так вот. Вот так вот. А теперь мы застегиваем молнию и выворачиваем сумку. Вот так вот. Вот так вот. Вернем. Вот так вот. Вот так вот. донышко в боковой части без подкладки вот так проходить с обратной стороны тоже единственное здесь бегуночку нужно будет отогнать чтобы решить потом у меня будет закрыт нужно открыть вот кстати подкладку тоже можно встречать но единственное что здесь оставьте отверстие чтобы мы потом могли от сумку вывернуть через эту подкладку но отверстие прилично оставьте такой вот тут все и стачиваем дальше когда встречаем подкладку мы встречаем точно также срезы с подкладкой и Продолжение следует... 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 потом эти детали уже наложить друг на друга вот здесь вот значит есть такой вариант ремешков есть и другие варианты смотрите кто смотрел мои мастер-классы знает можно вот это вот так я скучу по центру приклеиваем чтобы закрепить вторую нашу деталь ручки на эпидемию так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так я закрепила ручки. И теперь нам нужно их зафиксировать, прошить. Вот и все, наша сумка готова. Спасибо вам большое за просмотр. И, конечно, не забудьте поставить лайк и подписаться под этим видео, если вам этот мастер-класс был полезен. С вами была Светлана Гаспарович. До новых встреч. Пока-пока.